Добрый день, мы из радио Азотых проводим уличный опрос. Вот бытует мнение, что у нас в обществе есть разные виды дискриминации, да, там, по национальному признаку, по, там, половому, но и не только, там, по весу, возможно, по какой-либо принадлежности, возможно, профессиональной. А вот вы в свой адрес встречали какие-либо виды дискриминации? Ну, если это можно назвать дискриминацией, ну, у меня муж всегда говорит, что женщина это, это, как сказать, ну, после мужчины стоит, второй сорт, ну, это как бы и шутя, но иногда обидно. То есть вы к этому вот терпимо, вы молча соглашаетесь с таким мнением? Ну, не соглашаюсь, конечно, внутренне, но так я молчу, лучше промолчать, чем потом. Почему, вы думаете, вы не можете отстоять вот какое-то мнение такое? Ну, у меня такой муж, я, не знаю, я его никогда не могу переубедить. Женщина, например, должна сидеть дома, такое немного есть, не скажу, что встречалась, но слышала, возможно, даже видела иногда. Да, бывает такое, что женщина не должна, там, выходить на улицу, гулять, там, все такое, в этом плане. Допустим, я жене могу что-то сказать, а чужому девушке, которая проходит на улице, я не могу сказать, то, ты так одета, например. Вы это имеете в виду, да? Ну, да, да. Нет, мне все равно люди как одеваются. Бывает, что мусульман проходит, видит, что у него, ну, там, шорты короткие, он начинает это наблюдать, смотреть, ну, какие-то есть, да, признаки, что он недоволен этим. И как это выражается? Не глушат? По лицу показывает, по лицу. Да. А, ну, просто, то есть, эмоциями показывает? Да, эмоциями просто показывает, что он недоволен этим. Мы из радио Азатык проводим уличный опрос. Скажите, какие чаще всего дискриминационные обвинения, свой адрес вы слышите? Ну, я как-то не сталкивалась, ну, очень редко сталкивалась. Если вот буквально по пальцам пересчитать, может быть, по национальному признаку. Вот, а так, в принципе, я не сталкиваюсь к этому. Ну, бывает в том отношении, ну, что русское и так далее, да, что не совсем приятно, так скажем. Вот, может быть, не совсем правильно говорю на кыргызском языке и так далее. Но это, я говорю буквально там пару раз было за всю мою жизнь, поэтому... Это именно из-за незнания языка или чего? Да, из-за плохого знания языка, да. А так, в принципе, ну, это были, так скажем, мимолетные такие случаи, на которые можно не обращать внимания, так скажем. Буквально однажды у меня было такое на почве языка просто, что если кыргызска или кыргызска, то должен разговаривать на кыргызском языке. Вот, а так, в основном, слава богу, как-то мирно. Ну, я думаю, что на север-юг делят в основном. А вы на себе испытываете? Нет, не испытываю. Ну, а в каком, вот где это выражается? При каких случаях в обществе? Ну, в основном разговорная речь идет. Рост-то маленький или что-то не соответствует, какие-то физические недостатки есть, бывает. И по нациям тоже делят. Ты русский, ты кыргызска, ты узбек. Много чего. Ну, как бы я думаю так. Да, вот у меня братишка есть. Он чуть полный. Его некоторые друзья иногда взывают. Ему неприятно. По утрам я вот смотрю, наш президент, либо наше руководство постоянно приезжает и дорогу перекрывает. Получается, что некоторых людей, которые едут на работу, опаздывают куда-то, их дискриминируют. Ну, не знаю. Мне кажется, именно это меня не касается, но вот в отношении Гелинак, мне кажется, немножко у нас дискриминация есть. А какая? В каком виде? Ну, почему-то все думают, что они это слуги. И как бы к ним они должны все. Я считаю, что это тоже дочь чья-то, и она не слуга. И у нас вот по сей день 21 век все равно как-то к Гелинкам относятся как-то не так. Как жена, конечно, да. Да, да, есть. Что вы слышите? Обязанности. Свои супругские обязанности. Дома что-то там, детей смотреть. Да, есть такое. Вы не воспринимаете это как дискриминацию? Нет. Может, у нас менталитет такой? Я так думаю, у нас здесь все равны, у всех права равны. Никто никого не ущемляет, мне так кажется. Такого у нас нет. Продолжение следует...